Российско-японский проект «Диалог культур» – пример того, как общественная инициатива способна повлиять не только на туристическую привлекательность города, но и на развитие межкультурных отношений. Масштабный проект официально презентовали в Японском центре Владивостока. В этом году, перекрестный год России-Японии, Японии в России, конечно, любые события актуальны. Но события, которые происходят во Владивостоке, я считаю, что они просто, так сказать, имеют просто такой издимительный аромат. И вот этот «Диалог культур» состоит из различных мероприятий, реализация которых пройдет в сентябре. Основные мероприятия «Диалога культур» состоятся в период проведения во Владивостоке 4-го Восточного экономического форума. На одной из главных событий – открытие сквера Будды мира общественная группа проекта пригласила премьер-министра Японии Синзе Абе. Акт с просьбой оказать честь присутствовать на мероприятии торжественно передали представителям Генерального консульства Японии во Владивостоке. «Предложение нашей инициативной группы для того, чтобы это была такая честь в рамках народной демократии оказана городом Владивостоке, пожалуйста, передайте этот адрес». Сквер в японском стиле откроют возле здания Восточного института ДВФУ на улице Октябрьской. Его украсят декоративные деревья и кустарники – символы духовной культуры России и Японии. Там же будет проходить и новый туристический маршрут, который также включит и такие объекты, как стелла на месте буддийского храма, памятник японской поэтесси Йосо Нуакика, храм Покрова Пресвятой Богородицы и памятник Петру и Февронии, откуда открывается вид на весь город. «Я максимально поддерживаю эти проекты. И не просто потому, что мне нравится или я люблю Японию, но я верю в то, что вот такое взаимодействие Японии и России принесет нам всем пользу». В рамках проекта также стартовал японский литературный конкурс «Эссе ветка сакуры во Владивостоке», который проводят ДВФУ и Департамент туризма администрации Приморского края. Участие в нем примут российские и японские студенты, выпускники вузов. Лучшие сочинения войдут в книгу «Диалог культур». «Будет билинговое издание, то есть издание на двух языках – русском и японском. А в одну часть этой книги войдет литературный конкурс, который сегодня будет объявлен, который называется «Ветка сакуры в Владивостоке». Стоит отметить, что «Диалог культур» – продолжение культурного общественного проекта по спасению статуи Будды. Его начали реализовывать еще в 2010 году. Мы занимались строительством. Обустраивали на третьем уже во Владивостоке месте нашу статую. И реставрацией мы занимались. Для этого из Японии был специально прислан порошок из того же гранита, из которого сделала наш великолепный Будда. И клей. То есть реставратор трудился, но, к сожалению, не удалось достичь полностью того же цвета при влажной владивостокской погоде. Носик Будды несколько темнеет, при солнышке он светлеет. Этот этап преодолен. Сделана площадка. Затем силами студентов политехнической школы города Йонага сделана традиционная японская крыша над Буддой, как это принято в Японии. А теперь новый культурный проект. Отношения между Владивостоком и Японией активно развиваются. У Приморской столицы много городов-побратимов. В Японии не Игата, Хакодаты, Акито. И в планах мэрии значительно активизировать сотрудничество по линии народной дипломатии и побратимских отношений. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.